Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Ну что ж, немного осенней моды. Пожалуй, это, наверное, самая красивая осенняя подборка, которую я встретила, если говорить о витринах. И сразу могу сказать, что правый женский образ я бы крайне не рекомендовала носить, допустим, с белыми кроссовками. Вот они сюда просятся. Мы очень много таких образов видели, но я бы вот в таких мужественных образах, прямо такие свитер суровые и цвета невеселые, все-таки уходила бы в сторону женственности за счет, допустим, балеток с удлиненным заостренным носом. Возможно, за счет балеток с круглым носом, я поняла, они очень многим нравятся. За счет, на самом деле, 100% женственной обуви и даже ботинки на резинках, которые я рекомендовала в прошлом видео, это ботинки Челси, они бы сюда, на мой взгляд, тоже не подошли, они сделали бы общий лук очень и очень мужественным, очень-очень мужским. В этом сезоне было очень много платьев, мы могли убедиться, что просто яркое платье, однотонное, это, в общем-то, та вещь, которая делает тебе настроение, которая на тебя обращает положительное внимание. И могу сказать, вот такой трюк от себя. Я заметила, что если в образ, который нам нравится, добавлять немного женственности, прежде всего за счет исключительно женских аксессуаров, по большому счету сейчас гардероб, что у мужчин, что у женщин очень похож, он похож по фасону, он похож по предметам одежды. Например, тот же самый шейный платок, например, исключительно женственная сумка, которая должна выглядеть женственно, то есть она должна именно иметь фурнитуру женственную, это, возможно, пайетки, перья, яркие цвета, цвета, которые присущи только женскому гардеробу, хотя, наверное, и таких не осталось. Так вот, я обратила внимание, что если добавлять капельку, а то и две, женственности, это тоже очень хороший трюк, который работает и который может являться как раз-таки принципом построения удачных компоновок. Давайте я на вскидку перечислю еще раз, что это может быть. Это прежде всего обувь на каблуке, она не присуща мужскому гардеробу. Это прежде всего вся гамма розовых цветов. Это прежде всего цветочный принт, хотя и он встречается, допустим, на рубашках. Это прежде всего исключительно женская фурнитура, которая используется в отделке только женских аксессуаров и только женской одежды. Это различная бахрома, это пайетки, это бисер, это, ну, на самом деле, все, что любят девочки. И по большому счету, наверное, и все. Если у вас будут свои идеи, капельки женственности, которые можно добавить, обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях. Я с удовольствием прочитаю, очень многое беру для себя из комментариев, как идеи для видео. И я думаю, что всем нам будет полезно обмениваться опытом, потому что модница модницу видит издалека. И мне кажется, поскольку на моем канале очень много минималистов, как я люблю говорить, минималист — это человек, которому всегда есть чем поделиться с другими. Очень понравилась мне сеньора, понравилось, как у нее была спереди заправлена блуза. Это, опять же, способ перебить слегка компоновки, укоротить вверх, обозначить линию, где одежда имеет линию состыковки. Кстати, посмотрите, какой интересный момент, меня так умилила эта ситуация. Человек садился, ему крайне мешал припаркованный велосипед. Припаркованный, на самом деле, не очень корректно. Но у мужчины не было никакого недовольства. Он просто очень-очень аккуратно открыл дверь своей машины, чтобы машину не поцарапать свою, и велосипед не уронить чужой, и сел спокойно в машину. Ну что ж, очень много вот такого трикотажа. Я уже обращала внимание. Я надеюсь, что мне будет что-то позревать и показывать вам этой осенью, потому что я вообще просто удивлена количеством некрасивых компоновок на витрине. И все вот с таким трикотажем. Он, кстати, еще очень часто длинный. И у меня возник тоже непраздный вопрос. В вашу страну также завезли такое огромное количество бабушкинского трикотажа, который не украсит ни одну из нас. Какой бы яркой внешностью, самодостаточной внешностью мы не обладали, какой бы красивой фигурой мы не обладали, могу сказать, что вот это, это неженственно, это неаккуратно, это некрасиво. И меня поражает гамма цветов каких-то невнятных, очень часто гризноватых, нечетких цветов. Поэтому мне интересно, байеры так постарались только для территории Италии, либо это во всех странах такая тенденция. Кстати, насчет тенденции могу совершенно точно сказать, что для меня, во-первых, тенденция. Тенденция — это не то, что предлагает нам подиум, и даже не то, что предлагают нам витрины. Тенденция — это то, что я вижу на людях, потому что это значит, что вот то, что нам предложили на подиуме, а потом в витринах — это, что называется, зашло, это понравилось, это носится. Могу сказать, что тенденцией, на мой взгляд, является цветная блуза, либо просто яркая блуза. Блуза с каким-то рисунком, который по крою напоминает самую обычную белую рубашку мужскую, но при этом является шелковой, либо имитирует шелк и имеет яркий принт. Вот это очень пользуется популярностью, как нам у моих стритстайлеров. Я часто вижу на них подобные красивые вещи, но и витрины предлагают нам осенние тоже подобные рубашки. Я думаю, что неспроста, а именно потому, что они пользуются спросом, а не потому, что нам предлагают их купить. Я думаю, изначально здесь есть спрос, и уже потом предложение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Брюки с разрезами, юбки с разрезами, также платья, которые по подолу имеют разрез прямой, либо симметричный, в движении смотрятся по-королевски. Для меня это тоже открытие съемок летнего стритстайла. Как вы думаете, как выглядит среднестатистический владелец Феррари? Давайте посмотрим. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Мне понравились, как одеты обе сеньоры. Одна сеньора в платье. Здесь все достаточно просто. Макси длина, наличие бус, а возможно и не одних. Что-то яркое в руке, возможно, это кардиган. Белая большая сумка. Я говорила, что итальянки очень любят вот такие сумки, которые имитируют шоппер по своему размеру и форме. Но мне очень понравились сеньоры в белой блузе, в укороченных брюках. Посмотрите, как перебиты пропорции вверх длиннее, несколько длиннее относительно брюк. Замкнутый образ, потому что светлая обувь. Хотя я могу ошибаться, мне не видно. А нет, образ не замкнутый. Но хочу обратить ваше внимание на наличие браслетов, конечно же. На наличие бус, на прическу, на сумку хочу обратить ваше внимание. Это сумка, которая мне очень нравится. Они конкурируют, на мой взгляд, с брендом Zanelate. Это бренд Cuccinelli. И эти сумки меня привлекают очень красивой кожей, выделкой кожи, огромной палитрой цветов. Вот за что я люблю Hermes и кожу Hermes, и в частности мою любимую модель Birken, так это за то, что ее можно, ну в принципе, через пару лет получить в любом цвете. Хотя сейчас это уже не так. Сейчас тебе предлагают, вот тоже интересное новшество в Hermes, тебе предлагают линейку цветов. То есть ты говоришь, я хочу красную сумку, и ты не стоишь больше в очереди на конкретный цвет, либо ты можешь стоять на этот конкретный цвет и ждать его всю свою жизнь. Ты стоишь на гамму красных цветов. Единственное, что ты можешь ограничить яркие цвета, темные цвета, светлые цвета, красные. И, соответственно, когда что-то придет, тебе предложат, ты можешь отказаться от этого цвета, если это не то, что ты хотел, и снова пару лет ждать. Так вот, Коченелли обладает красивой гаммой цветов, абсолютно чистый дизайн. Меня несколько расстраивает надпись. Я не люблю любое проявление логотипов, именно поэтому мне очень понравились сумки бренда Ballentine. Их модель Diamond Brilliant, возможно, за счет застежки, так называется модель. И вот я могу сказать, что для меня на данный момент сумок лучше, чем Ballentine. На второе место ставлю Коченелли в сегменте. Для нас это middle сегмент здесь в Европе. Я думаю, что в Москве эти сумки стоят гораздо-гораздо дороже. Это уже люкс. Я могу сказать, что вот эти две марки – это то, что я могу посоветовать. Потому что часто меня спрашивают, Яна, посоветуете какую-нибудь сумку, достаточно дорогую, но при этом в разумных пределах соотношения цена-качество. На мой взгляд, это два бренда, где соотношение цена-качество просто идеально в пропорции, прямо-таки 50 на 50. Потому что очень часто действительно… Кстати, многих удивляет, как я, бывает, смотрю на 20-евровую вещь и говорю, «О, для меня это очень дорого». Да, для меня дорого, если себестоимость у вещи 3 евро. 20 евро – это слишком большой разрыв между себестоимостью и окончательной ценой. Иногда ты смотришь на вещь за 2000 евро, и ты понимаешь, что там и себестоимость очень большая. И тогда я действительно могу себе позволить сказать, что цена адекватна. То есть я очень часто говорю, цена высокая либо низкая, не относительно своего кошелька и даже не относительно своей готовности заплатить, хотя очень часто и так я комментирую. Но часто это просто вот совершенно четкое понимание, сколько, скорее всего, материала, какого материала было затрачено, сколько труда, времени, в каких условиях эта вещь продается, сколько тратится на аренду, на продавцов и так далее. И в итоге конечной ценой. Ну что ж, мои прекрасные зрители, скоро ждет всех очень интересный рум-тур по моему летнему дому, который прям-таки многим хотелось посмотреть. Я не знаю, почему многие действительно ленятся, хотя знаю, я сама такая. Я не люблю копаться в старых видео. Хотя, если вам нравится осенний стрит-стайл, если вы ждете осеннего стрит-стайла, у вас уже прохладно, я бы порекомендовала найти видео с прошлой осени. Там потрясающий был стрит-стайл. Не знаю, как мы будем проживать эту осень, в каких условиях, сможем ли мы гулять по улицам. Но если у вас уже прохладно, не поленитесь. Найдите зимний стрит-стайл, найдите стрит-стайл с новогодней подборки. Там такая красота. Я просто сама передать не могу. Сама очень часто просматриваю. Настолько мне нравится. И когда я, на самом деле, удаляю видео, потому что приходится это делать, безвозвратно удалять примерно раз в три месяца все подборки свои, я очень жалею. Мне кажется, что ну вот так красиво больше не будет. Но, к счастью, я всегда ошибаюсь. На этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok